Павел Артемьевич Зубенко прошагал пол Европы. Ветеран Великой Отечественной войны все помнит, и как началась война, и где закончилась. Сегодня вместе с другими ветеранами его пригласили в офтальмологический центр Коновалова на обследование. Мне сказали закапывать. Постоянно. Закапываете глаз? Да. Оба. Постоянно. Это благотворительная акция, подарок о Дню Победы. Администрация города обратилась к общественным организациям с просьбой уделить внимание ветеранам накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Первыми проявили инициативу сочинские единороссы. Они обратились к врачам офтальмологического центра Коновалова, ведь не каждый ветеран может позволить себе дорогостоящие обследования. Они сразу же откликнулись на нашу просьбу и согласились провести обследование наших ветеранов Великой Отечественной войны. И, конечно, мы за это, наша партияная организация, благодарны. В центре запись на прием идет на два месяца вперед, но ветеранов пропустили вне очереди. Сегодня осмотрят 50 человек. В целом специалисты центра обследуют 300 сочинских ветеранов. Обследовать и помогать по мере возможности, может быть, какими-то терапевтическими процедурами или даже хирургии, для того, чтобы наши ветераны прекрасно себя чувствовали, хорошо видели, смогли с удовольствием сходить на парад 9 мая, все увидеть, все услышать и были в хорошем здравии. У Павла Артемьевича Зубенко 2015 год дважды юбилейный. Он ждет своего 95-летия и 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. В его квартире часто собираются активисты Совета ветеранов. Тема военных лет незабываемая. И мужеством полна, всегда к боям готовая, и мужеством полна. Как проверка, строим, выходим, проверяет командир дивизии, там полковая школа, как запою это, как пройдем, отлично. Зубенко забрали в армию в 40-м. К началу войны он уже многое умел. Все военные годы прислужил в артиллерии. Освобождал от фашизма Советский Союз, Польшу, Германию и Чехословакию. После Берлина, как мы закончили, я участник взятия Берлина, после Берлина нас сразу направили в Чехию, попросили помощь. Там власовцы были. И власовцы душили Чехов. Чехи обратились к нашему правительству, это как нам говорили. И нас сразу на Прагу прямо. Ну, мы с боями прошли до Праги. И в Праге уже, когда встречали танкисты, шли первые, там танков не видно было. Было усеяно все в цветах. Встречались под носами. Все там было. Очень дружелюбно, очень хорошо. Павел Артельевич умеет ценить жизнь. Такой оптимизм встретишь редко, признаются гости ветерана. Его даже пригласили сняться в одной из сцен фильма «Море, горы, керамзит». Таким образом, ветеран дважды вписал себя в историю. Сначала в Великой Победы, а спустя годы родного города. Елена Овсецна, Демид Даниловский, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Вот это я снимал.